В школьных столовых было максимальное разнообразие блюд. А это что, чипсы? Школьного обязательного образования не было. То есть можно было не учиться? Да. Балдорф. Так быстро идут годы, а я все еще в школе. Что-то остается неизменным. Пошли в лайк. Прекрашиваю на канале Ябомаш. Всем привет, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Перед просмотром мы хотим сказать вам огромное спасибо за 4 миллиона подписчиков. Реально, ребята, вы лучшие. Любим и ценим всех. Каждого. Если ты еще не подписался, гоу к нам в семью подписываться. Если ты еще не поставил лайк на это видео, скорее жми, и мы начинаем. Сегодня мы с Евой попробуем 100 лет школьной еды. Посмотрим, как менялось школьное меню сквозь года и как школы пришли от похлебки к наггетсам. Наггетсы? У меня в школе нет наггетсов. И не было. Все, увидим. Для начала нам нужна посуда. Мам, где посуда? Вот обязательно нужно было поставить на самый верх. Вот будет у тебя своя кухня. Поставишь все как тебе удобно, а мне удобно так. Ох, когда ты еще будешь? Да прямо сейчас. Вот тебе мини-кухня от бренда Миниверс. Вау, кухня. Теперь можно готовить мини-блюдо на своей мини-кухне. Столько всего много в наборе. Вы только посмотрите на эти прихватки. А теперь на своей кухне я расставлю так, как мне удобно. Я очень люблю все расставлять, как я люблю. Это просто мое любимое занятие. А посуду я поставлю обязательно вниз, чтобы мне было удобно до нее дотягиваться. Пончики уберу в холодильник. И прихватки тоже уберу. Вот так вот я все красиво расставила на своей мини-кухне. Кстати, здесь еще можно менять панели. И также тут. Оп, и теперь как будто уже другая кухня. У меня такой функции нет. Кстати, у меня очень удобная столешница. И на ней прямо вот здесь вот можно готовить. И сейчас я приготовлю блюдо, которое шло в наборе. Первое я приготовлю такой вот коктейль. Для этого нам нужен сначала лед и клубника. Клубника тоже очень реалистично выглядит в таких упаковках. Открываем и заливаем. Коктейль готов. Он получился очень красивым и очень аппетитным. Прям хочется его выпить. Но надо помнить, что еда не съедобная. Ее ни в коем случае нельзя есть и вообще пробовать. Так, а теперь я приготовлю пончики. Одеваем насадку сюда вместо крышки. И теперь приступаем к нашим пончикам. Много подливки на пончиков не бывает. Поэтому мне вот так вот высыпаем сюда. И можно сделать сухой завтрак. Так, а теперь украшаем наши пончики. В общем, вот так вот очень красиво у меня получилось. Мне прям нравится. Я очень люблю пончики, поэтому надеюсь, что за 100 лет мне в школе они попадутся. Кстати, мам, а кто первый это будет пробовать? А все очень просто. Первый будет пробовать тот, кто первый приготовит еду из вот этого шарика. Это буду е. Видишь, у нас с тобой, Ева, одинаковые. Вот такие вот шарики. Но мы не знаем, что попадется нам. Пока не вскроем этот шарик. А у Артура вот такой побольше шарик. Мы это с Артуром открываем. У нас тут много инструкций на разных языках. Это огромнейшее меню вот с таким вот ассортиментом. А с обратной стороны инструкция, как это готовить. Да, у нас походу разные. Только у меня дощечка. Мне кажется, у тебя фрукты надо будет прорезать. Видишь, неизвестно, что попадется. Пока не откроешь. Пока-то поняла. Мне пока что попалась соль. Соль? Прямо как настоящая. У меня сырный соус тут. У меня яблочки, что ли. Это вишенки. Ничего себе, какие красивые. А у меня щипцы. У меня щипцы и ложка. У Артура, походу, будет торт. Торт? Ну что, мы с Евой готовим на время. Кто первый, тот и будет первый пробовать. Артур просто готовит. А что сейчас нужно делать? Куда готовить? Что готовить? Итак, Ева, мы с тобой начинаем готовить на время. Let's go! Так. О, у меня вот такие кренделечки. Их надо сделать соусом. Для этого поменять насадку. Все у нас попали с тобой закуски. У тебя начисы, у меня кренделя с солью. Я все. Артур все. О, очень красиво. Артур крутой. Так, теперь их посыпаем солью. Все. Ладно, второй крендел еще готовить. И все. Ты я. Я первая. У меня получились вот такие вот кренделечки с солью. Главное не забывать, что они несъедобные. Как же хорошо, что у меня есть кухня от Миниверс. Это потому, что на такой кухне еще интереснее и приятнее собирать всю коллекцию еды и напитков от Миниверс. И поэтому тоже. Но главное, здесь есть духовка, в которой я всего за 5 минут могу приготовить любое блюдо от Миниверс. Так, нажимаем сюда. Когда будет блюдо готово, синий цвет погаснет. Или же можно просто оставить застывать на воздухе. Но потребуется немного больше времени. Как же все реалистично выглядит. Но главное не забывать, что еда несъедобная. А чтобы еще больше узнать о бренде Миниверс, переходи по ссылке в описании и собирай всю коллекцию. Надеюсь, школьная еда за 100 лет будет вкусной. Ребята, напишите в комментариях, любите ли вы школьную еду. А чтобы тебе еще лучше понять, как менялось меню в школьных столовах, тебе придется переодеться в школьную форму того времени. Что? Та-дам! Ева перевоплотилась в школьницу. Настоящую школьную форму. Как тебе, кстати? Ну, неудобно. Эта вот штука, она всегда сладится. Эта штука называется фарту. Банты можно было заплести наверх. Ну, я сделала хотя бы как-то по-современному, так скажем. В общем, мы начинаем пробовать школьную еду за 100 лет. У нас здесь есть вот такая доска, и ты должна будешь здесь писать каждый год, за которым мы будем пробовать еду. Да, ты бы ела, согласилась бы жить в этих годах. Может быть бы согласилась или нет, точно не согласилась. Чтобы для начала понять вообще, как проходила реформа школьного питания, нужно окунуться немножечко, совсем чуть-чуть в историю. Российская империя? Российская империя? 110 лет назад еще была Российская империя. Это я знаю. Школьного обязательного образования не было. Обязательного? Ну да, сейчас же обязательное школьное образование. То есть можно было не учиться? Да. Вот это да. И учились только, скажем, избранные ученики, у которых родители были состоятельные. Итак, мы начинаем. 1910 год. Школьная еда. В 1910-х годах не кормили в школе. Весь день дети были голодные. И только в некоторых школах давали хлеб и воду. Как раз пить хотела. Хлеб, это очень вкусный хлеб. Просто так. Итак, Артур в этом году пойдет в школу. Первый раз в первый класс. И ему стало интересно тоже посмотреть, как развивалось школьное питание на протяжении 100 лет. Вкусное. Я такие хлебы люблю. Кстати, этот хлеб его еще отдают. Что-то остается неизменным. Ну что, Ева, наелась бы ты хлебом и водой? Если бы это был завтрак, то бы я, ну, наелась, понял. Итак, Ева, может быть, бы смогла жить в 1910-20-х. Открывай глаза, смотри на свой обед. В 1920-х годах. Точное меню неизвестно. В одной из школ, например, давали похлебку из лука, картофеля и пшена. Давай, Ева, пробуй. А ложку? А ложку ученики приносили с собой. У тебя есть ложка? Я тебе дам. Но хлеб и ложку ученики должны были принести из дома. В следующий раз не забудь. Хорошо. Я вообще не люблю лук. На-на-на. Не соленый. Это не мое. В общем, я бы не прожила так, потому что тут, во-первых, лук. Я лука декорически не ем. Ну и супы я не могу на постоянке есть. Если бы там только это давали, там, один раз в месяц. Не соленый даже вот это вообще. Такое себе. Суп мне понравился, но лук мне не понравился. Я бы не смогла доесть, поэтому пишу это в нет. Ева отправила похлебку из пшена, лука и картофеля в нет, а Артур сказал, что возможно бы ел. Что хотелось бы добавить, что стоимость такого обеда в виде похлебки стоила от двух до восьми копеек. Так быстро идут годы, а я все еще в школе попала. Приятного аппетита. Молоко? Да. В 1930-е годы как раз поменялась власть, и власть решила, что нужно поддержать школьников в плане питания, потому что был очень страшный голод в стране. Вот очень много людей погибало, и поэтому сделали реформу, первую реформу школьного питания, и обязали все школы кормить школьников бесплатно. И вот один из видов обеда был, это мясо с картошкой, стакан молока и кусочек хлеба. Сейчас, в принципе, такое я ем. Это очень вкусно. Ну, хлеб это база, он тут во всех блюдах, считай. Запиваемся молоком. Ребята, вот напишите в комментариях, вы пьете молоко или нет. Вот я как-то, я пыталась его полюбить, но мне не получается. То есть я его могу там с каши есть, милкшейки пить с молоком, но вот так прям вот молоко, я не могу. Могу пить. Вкусно. Да, это очень вкусно. Тебе понравилось, да? Да, это прям. А вы пробовали такое картошка с мясом в каком-то соусе? 1930-й идет в да. Обед в школе 1940-х годов. Ева выглядел вот так. Как вариант, здесь мог быть вот чай. Яблочко такое маленькое. Молока, да. Ой, стакан молока. Опять. Да, либо чай, либо стакан молока, котлета, пюрешечка. Чай. Хлебушек, кто любимый обязательно. И порой даже давали яблоко или грушу. Не таких больших размеров. И я помню такое яблочко всегда с одного укуса сразу можно было до огрызка добраться. Школьный чай я прям люблю очень. Он всегда там сладкий прям. Кстати, я тоже в школе очень любила чай, да, он какой-то невероятно сладкий был. Там, видимо, именно нужная пропорция сахара добавляется, высчитанная. Кстати, в это время как раз появлялись институты школьного питания. В институтах питания начали разрабатывать именно калорийность, чтобы школьникам всего хватало. Сбалансированное питание, поэтому уже сахар и соль туда точно входили. Впера не очень вкусно. Я люблю больше домашнее, но какое-то странное тут. Как будто в него какая-то химия добавлена. А если повару слышат, что тебе пюрешка не понравилась? Все, капец. Все, отчислятся школы. А иногда повара вот так стояли над тобой. Ешь, деточка. Ну как тебе котлетка? Ну прекрасно. Кушай, Ева. А можно в туалет? Кстати, в 1940-х годах дети кушали на большой перемене после второго урока, между вторым и третьим. А у тебя как в школе? У меня в первом классе это было после первого урока. Более старших это так и есть. А у вас, как ребята, напишите в комментариях. Я обязательно почитаю. А это котлета с чем? С мясом. С каким? Неважно, какое мясо, какое было в те времена, недорогое мясо, то и использовали. Мусом. Балдеж. И яблочком. Да, вот именно такое зеленое яблочко было. Не, она какого-то вообще не та. Да, она какая-то не та. Мясо вкусное это. А я пока поем хлебушку. Когда мне в школьной столовой не нравится еда, я ем хлеб просто и пью там что-нибудь. Вообще нормально, как в 1910-м. Как все котлеты, кстати. Курица. А яблочко? Тоже такое себе. Ты не смог бы так жить, да? Угу. А кто бы не смог их жить, а я бы смогла вообще. Стоимость такого обеда составляла 65 копеек. А, одобрено. Иду обед, хочу есть. Где моя еда? Вот она, ваша еда. Это блинчик? Блинчик. Под названием голубец с морковкой. Ой, нет. Это, кстати, такое достаточно тяжелое послевоенное время в нашей стране, но приоритетом оставалось школьное питание. И даже в экономической сложной ситуации школьники были в приоритете. Поэтому обеды были вот такие комплексные, уже состояли из первого блюда, второго, салатик есть и напиток. Компоты с сухофруктов, салат винегретик, голубец с морковкой и соляночка. Приятного аппетита, чтобы все сняло. Так, начну я с соляночки. Интересно, какая в то время солянка была? Пойдет. Вкусно, вкусно. Вообще, такой обед по типу солянки, там винегрета, оливье, там знаете, вот такие салатики. Я вообще не ем, а постоянно. Я ем только на праздники, там, когда вот Новый год, я могу съесть там винегрет, оливье. Я в постоянной жизни ем там цезарь, греческий салат. И так, выглядит так вкусненько. А в чем вообще он? Это тесто? Это капуста. Голубец. Он с голубей. О нет, голубец это ужасно. Так, компот. Вкусненький такой, классический компот. Нормально. Кстати, я помню, когда компот вот наливают, и было классно, если тебе на дне попались сухофрукты, и ты такой выпиваешь компот, и еще потом на десерт вот этот, значит, вот так из стаканчика себе вытрясаешь, там кусочек яблочка, или там какая-то ягодка тебе попадалась. Это было прям вообще топчик. Не знаю, мне когда напиток с кусочками, я прям вообще... Ты не моя дочь. Деники, деники, вареники, деники, деники, пук. Как ты сейчас по-молодежке так модно? Я почувствовала себя олдом. Это что? У меня руки. Ну как тебе? Нравится. Нравится? Артуру, короче, будет сложно с школьным питанием в школе. Будет в буфете. Потому что там липтон, сосискушень. Не, я особо липтон этот теплее. Ты не мой брат. Ты не моя сестра. Стоимость такого вот как бы комплексного обеда составляла 65 рублей на секундочку. При средних зарплатах в то время 600-700 рублей. То есть одной зарплаты, по идее, хватало бы там на 10 таких обедов только. Но оно хорошо субсидировалось государству. Сюда. Вот это да, томатный соус. Рыбные тевтели в томатном соусе. Я вообще терпеть не могу еду в томатном соусе. Я предпочитаю сливочный соус. Ты моя мама. Да, точно. А вот в томатном соусе еда для меня невкусная. Это же вот это баланьеза. Это же очень вкусно. Да как карбонара. Куда вкуснее баланьеза. Ну согласись. Ну да, но... Чуть-чуть моя дочь. И главное, напиток. Кофе со сливками. В школах давали кофейный напиток. И это очень вкусненько. А почему сейчас не дают? Это не ко мне вопросы. Я повар только здесь. Вкусненько. Так, овощи. Тоже вкусненько. Немного горьковатая, но вкусненькая. Я вот таким хоть каждый день питалась. Очень вкусно. А вы любите вот это все рыбное, там котлеты рыбные, все такое? Как раз в 1950-х годах начали появляться школьные буфеты. Они вообще очень круто конкурировали со столовыми. И вот там за дополнительную плату, у кого были деньги, могли купить себе булочку, например, или ватрушку, сосиску в тесте, пирожок какой-то, бутерброд, чай, кофе и даже конфеты. Офигеть. Ты бы что выбрала из этого? Я бы выбрала конфеты, а я бы выбрала бутербродик с сыром и с кофем. А это конфетки с чаем. А вы бы что выбрали? Напишите в комментариях. 1960-й летит в... Да, особенно если бы у меня были деньги, и я могла покупать что-то в буфете. Кушать, кушать! Итак, у нас здесь есть плов, борщ, хлебушек, конечно. И... Желе. Да, давали на десерт желе. Офигеть. И вот такое вот полезное. А что это за яблоко? Печеное? Это вкусно? Яблочко. Я обожаю борщ, это очень вкусно. Очень вкусно. Теперь плов. Еще вкуснее. Это уже 70-е годы, когда моя бабушка пошла в школу. Она тоже очень хорошо готовит борщ. Борщ и плов. Она что, научилась в школе? Офигеть. Это как шедевр самому главному. Яблочко посерпит. Если это вишня, то это вообще просто рай. Это вишня. Фруктовым соком. Как яблочное пюре. Вкусненько. Все очень вкусно, особенно в желе. Вкусно. Напишите в комментариях, а вы любите желе? Оно мягкое. Я даже не попробовала, но я считала вкуснее сразу. Вот. Что-то хотя бы это вкусное. Пробует плохо. Плохо очень вкусное. Да. Скажи, как у бабушки. Да. Очень вкусно. Вот она научилась в школе 100%. Также по-прежнему процветало буфетное питание. И в буфете в основном школьники в то время выбирали плодово-ягодный кисель и сосиску в тесте. Повар-мама-лифтина старалась, приготовила кисель. Пей! Я помню, кисель еще наливали из таких больших кастрюль. Ну и чай тоже поварешкой. Я помню, когда Ева пошла в школу, только первый там класс. И мы с Артуром приходили забирать тебя, со школы встречать. Всегда Артур просил сосиску в тесте. Ты ходила ему в школьную столовую покупать сосиску в тесте. И Артур делал. Артур, будешь сосиску в тесте? Да. Артур очень любит сосиску в тесте. Кстати, такой обед стоил 4,80. 70-й год летит в... Да! О, нет. В школьных столовых было максимальное разнообразие блюд. Появились пакетированные соки, джем, глазированные сырки. На первой в основном давали молочный суп, твой любимый, Ева. Макароны с сосиской и горошком. В 80-х годах был самый шикарный обед за все 100 лет школьного питания. Очень обожаю молочный суп. Готову его прямо сейчас весь съесть. Это вообще мое любимое, что было тогда и осталось сейчас. Я давно не ела этот суп, но мне кажется, это... Ну, вкусно же. Да. Признаю, вкусно. Ну, стандартно макарошки с сосиской и обязательно горошек. Для меня вообще вот это блюдо, сосиска, макароны и горошек, это прям вот идеальное столовское блюдо. Вот если мне говорят про столовую, у меня сразу перед глазами вот эта тарелка с вот этой именно едой. Ну, это база. Это столовская база. Сосиска. В то время были очень вкусные сосиски, сейчас таких почти не найдешь. Когда нет ножа, лайфхак от Евы. Да, так берете. Мам, можно просто пойти и попросить в столовке на раздаче, кто стоит. Вот в 80-е годы, это как раз когда я родилась и уже скоро собиралась идти в школу, и в столовых можно было дежурить. И это был самый кайф, если тебе назначали дежурную столовую. Ты не шел на уроки, а шел в столовую, тебе давали вот фартук, и ты такой там, значит, расставлял тарелки. Классно было. У нас такое только на перемене было, типа дежуришь на перемене только, а на уроке, на уроке. Ну, потому что сейчас все поменялось. А тогда, в 80-х годах, нужно было несколько уроков провести в школьной столовой. И там еще тебе что-нибудь давали такое вкусненькое. Да, еще можно было, кстати, дежурить в раздевалках, в гардеробе, и это было круто. Единственный минус был, что нужно было прийти пораньше в школу. У меня с этим была проблема, потому что я жила далеко и ездила на автобусе до школы. И вот, но зато это прикольно было, что ты не шел на уроки, в общем-то. Да, это вот прям очень жесткий плюс. У нас такое только, типа, дежурить на первом, на втором, третьем этаже, и ты убираешь. Только на переменах. Да. А мы прямо во время уроков дежурили. Это очень круто. Особенно, когда с подругой ты такой. Как вы там говорите, имба. Вот вообще, кстати, очень люблю хлеб с маслом. И когда масло еще вот так обязательно нужно вот так вот именно перемешать с вареньем, именно чтобы вот такой замес произошел. Надо все прям добавить. И тогда очень вкусно получается. Да. Балдож. Просто лучше. Артур, кстати, все завязал со школьным питанием после последнего обеда, поэтому вместо него буду пробовать я. Дай мне бутерброд. Фартук праздничный испачкала, дома получишь. Это очень вкусно. Кстати, такой обед стоил всего 2 рубля 30 копеек. Это бесценно. Шикарный. Это было лучшее время. Идеально. Еще 980 летит однозначно, да, просто лучше. Я даже вот здесь просто всем два восхитительных знака ставила, а ему три. Ну что, настали лихие 90-е. После распада СССР отменили школьную. СССР. После распада СССР. Нет, СССР. Три С. Да. А не две С. Села сикать, сопли распустила. После распада СССР. После распада СССР было очень тяжелое время, и вообще питаться в школьных столовых была не у всех возможность. Опять было очень много голодающих детей. В то время фиксировалось очень много голодных обмороков. Поэтому государство опять взяло на себя инициативу вести обязательно школьное питание, которое субсидировалось государством. Но оно было вот такое себе. Кстати, вы заметили, что Ева сидит не в школьной форме, потому что в то время школьную форму отменили. И, кстати, это то самое время, когда я ходила в школу, и мы ходили в школу. В чем хотели? Я помню, все носили джинсы-трубы, какие-то клетчатые рубахи байховые. Вот такие вот олимпички. Наслали невозможно проживать. Да, я помню, вечно возьмешь этот кусок мяса, потом его обратно в салфеточку, потому что нереально было проживать. Поэтому в то время приоритеты отдавались школьным буфетам. Когда со второй половины этого десятилетия благосостояние населения начало улучшаться, экономический рост страны шел вверх после распада. И столовые опять жестко начали конкурировать с буфетами. И большинство школьников предпочитало питаться в буфетах. Ты даже не попробуешь запеканочку? Я попробовала. Ну как? Ты бы пошла в буфет 100%. Да. А это что, чипсы? В то время как раз можно было купить вот такую пиццу в школьной столовой. Коржик, кстати, коржик вот сломался. Я помню, что это вообще было так обидно, если тебе попадается сломанный коржик. Просто казалось, что ты такой лох. Короче, всем целый, типа, а тебе сломанный коржик достался. Батончик можно было купить в школьном буфете. И вот чипсики. А прямо сейчас вы можете позвать своих родителей и спросить, так ли у них было. Хочешь снимать короткие видео на миллионы просмотров так же, как и мы? Тогда переходи на наш курс по ссылке в описании. У меня вот точно пицца вот такая была. И причем вот так же начинки было очень мало, только в серединке. А по краям вот это тесто было. Резиновая пицца. Зато можно было пить лимонадик. Чипсики вкусненькие. Во все времена были. Пусть ваши родители расскажут вам, что они кушали в своей школьной столовой. А вы обязательно, ребята, напишите нам об этом в комментарии. Мне будет очень интересно. И я прочитаю все ваши комментарии. А я пробую шоколадку. В принципе, вкусненько. Достаточно вкусно. Достаточно чипсики, значит. Но при том, что у тебя есть деньги, и ты можешь это купить. В 1990-е годы куда ты отправляешь? Про то, что есть у тебя деньги или нет, ты не знаешь. То есть, если у меня есть, то я бы это ела, да? Да. Пшонку бы ела. Ужас. И все школьники в основном выбирали питаться в буфете. Кого-то, конечно, не было денег. Ну, вот у нас, например, в школе в основном у всех были. И я помню, что я покупала либо пиццу, либо сосиску в тесте с чаем в основном себе в буфете. И сосиска стоила 8 рублей, и чай 2 рубля. 10 рублей нужно было потратить на обед. И мама мне давала 50 рублей на неделю. Но я иногда не ела, потому что я копила деньги на что-нибудь другое. Не знаю. Из-за того, что все школьники массово начинали питаться в буфетах, начались большие проблемы со здоровьем школьников. И опять же, на уровне государства в следующем десятилетии попытались это исправить. В начале 2000-х годов взялись за школьное питание, как я уже говорила. И было очень много реформ. Окончательная реформа была в 2008 году. И было принято плюс-минус обеды оставить такими же. Было несколько вариантов супов на горячее мясо или рыба. Пять вариантов гарнира. Меню составлялось на 2 недели вперед. И старались, чтобы в одну неделю блюда не повторялись. Но отдельная часть данной реформы была посвящена именно запрещенным продуктам. То, чего точно нельзя было найти в школьной столовой. И вот как раз я приготовила эти блюда. Во-первых, это квас. Или лупа. Поскольку школьникам нельзя пить квас, поэтому попробую я его. Я сейчас не в школе так пью. Ну, такое себе. Точно нельзя было найти, например, грибы в школьной столовой. Например, заливное нельзя было найти в школьной столовой. Такое себе. Очень, кстати, полезно. Тут и брокколи, и мяско, и морковочка. Ева. Мне непонятно, по каким причинам. Но, например, нельзя было в школьной столовой найти блин с творогом или мясом. 2020-х года. Как таковой школьной формы уже нет. Но есть определенный дресс-код. Вот, например, белую рубашечку нужно носить. Ну, а мы возвращаемся к нашему школьному питанию. И следующая глобальная реформа в области школьного питания пришлась на 2022 год. И здесь уже было где разгуляться. В обновленном меню в московских школах фишболы, мидболы, круассаны, маффины, фритата с сыром и ветчиной. Тату-тату-тату-тату. Пицца, блинчики, наггетсы. Так, блинчики запрещены. Реформа другая уже прошла. Также у школьников есть 11 вариантов первых горячих блюд. Среди них дальневосточный суп с красной рыбой, Кубанский суп, щи новгородский, борщ московский, солянка, суп-пюре овощной, мини-стороны, 9 основных мясных блюд и 5 гарниров. Более того, учащиеся могут сами самостоятельно собирать свое собственное меню и собирать свои собственные салаты из свежих овощей. Поэтому, Ева, предлагаю тебе сейчас попробовать вот вариант современного школьного питания. Наггетсы с картошечкой, салатик овощной, пицца-папперони и круассанчик. Кстати, хочу у вас спросить, ребята, кто из Москвы и учится в московской школе, у вас реально такое питание? Напишите в комментариях. Пробую. Очень вкусно. Повар угодил. Тыщ, тыщ, тыщ. Пробуем наггетсу. Ммм, очень мягкая. Попробую этот салат. Такой себе. Итак, 2020 лист. Да, однозначно. Да. Мы решили поэкспериментировать и представить, каким бы мог быть школьный обед еще через, ну, предположим, 20-30, может быть, 50 лет, не знаю. Ева выбрала вот такой вот свой идеальный школьный обед, который из чего состоит? Состоит из моего любимого придуманного комбо. Тут у нас бургер, он состоит из помидор, бекона, майонеза, кетчупа, такой вот котлетой из курицы, сыр и капуста. Также тут есть картошка и 4 соуса на выбор. Сырный кетчуп и кисло-сладкий барбекю. На десерт у нас киндер-сюрприз леди баг и суперкот с липтон персиковой. Мой любимый. Ну, наконец-то, теперь вообще идеально можно поесть. Правда, у меня уже ничего не влазит, но я не могу так это оставить. Ребята, а вы напишите в комментариях свой идеальный обед в школе. Кстати, последний наш настоящий школьный обед стоил порядка 100-190 рублей, в зависимости от того, старшеклассник ты или младшеклассник. Вот, а как ты думаешь, Ева, сколько бы стоил вот такой вот обед в школе? Рублей 300 и больше. Вот это вот все, это все фигня. Это все не то. После своего идеального школьного обеда Ева поняла, что это все было не то. И в «да» отправляется исключительно «да». Это 2050 год и 1980. Это было очень вкусно. Пишите в комментариях, какой год и какая еда больше всего понравилась вам. А вот три лучших комментария с прошлого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем приятного аппетита! Я же повар. Наверное, они уже поели. Пусть еще едят. Чем пухлее ребенок, тем больше его повара любят. А я люблю всех. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok